Некачественные солнцезащитные очки могут привести к частичной потере зрения. За год в Крыму к специалистам с ожогами сетчатки глаз обращаются десятки людей. И в большинстве случаев поражение вызвано лучами ультрафиолета. Автальмологи уверяют, чтобы избежать последствий, надевать очки необходимо. Но только с качественными линзами, иначе они становятся бесполезным аксессуаром на лице. Как не ошибиться в выборе, знают наши журналисты. Я на солнышке лежу, я на солнышко гляжу, все лежу и лежу, и на солнышко гляжу. А вот врачи категорически запрещают это делать. Всего один взгляд на солнце может привести к серьезным последствиям, например, ожогу сетчатки глаза. В первую очередь яркие солнечные лучи поражают сетчатку. Поэтому защищать обязательно нужно. Многие говорят катаракта. Нет, катаракты не возникают от того, что идут солнечные лучи. Это уже только когда начались изменения в хрустальке, они могут просто подстегнуть этот процесс. А так в основном солнечные лучи поражают сетчаткой. И очень большие изменения возникают. Особое внимание стоит уделить людям со светлым цветом глаз, голубым или зеленым. А вот у кориглазых сетчатку защищает темный пигмент. Заботиться о своем зрении офтальмологи советуют с юного возраста. В молодом возрасте хрусталик абсолютно прозрачен. И тогда он не дает нам особой защиты для сетчатки. Не защищает сетчатку. Чем старше человек, особенно после 40, уже произошли изменения в хрусталике. Уже возникли уплотнения. Он уже изменил свою прозрачность. Он стал менее прозрачным. И вот эта менее прозрачность хрусталька является защитной функцией для глаза. Однако самой надежной защитой глаз от ультрафиолета и яркого света остаются очки. Сейчас их форму, цвет, стиль и материал можно подобрать на любой вкус и кошелек. Только главное в них совсем не это. При выборе солнцезащитных очков, как правило, нужно обращать внимание на качество линзы, которые обладают следующими характеристиками. Это первое – способность отсекать инфракрасные лучи, способность фильтровать видимый свет и способность блокировать инфракрасные лучи. Как правило, такие линзы, они сложны в изготовлении, поэтому они не могут стоить дешево. За качеством специалисты советуют обращаться в специализированные магазины оптики. Там, как правило, весь товар сертифицирован. А вот о бюджетном варианте из подземного перехода или уличной торговой точки лучше забыть. Многие магазины оптики имеют специальное оборудование для проверки солнцезащитных очков. Однако обследовать их можно и самостоятельно. Например, есть ли изменения какие-то в линзах. Для этого необходимо поднести очки к глазам и опустить. Если картинка как-то деформировалась или увеличилась, то такие очки некачественные. Носить их вредно. Также офтальмологи напоминают и о профилактике. Она включает в себя здоровый образ жизни и прием витаминов. Не следует забывать и два раза в год проходить обследование. Ольга Савенко, Александр Чукалов, Алексей Романов, Александр Смычек. Время новостей.